всем приветики я нахожусь друзья на спортивной в общем забрал кое-что вчера мы отвозили с вами здесь и женщина сказала заберите крем заберите патчи короче вот такие дела ладно заехал с утра у нас пасмурно 10 градусов всего тепла но передаю что весь июнь будет друзья такой весь июнь ну мы привыкли июня у нас как всегда но сейчас мы слушал по радио что будет на урале и в сибири там тоже заморозки ночью будет до минус ну а ночью проживем скоро будет плюс так я сюда решил заехать не стал вставать на дороге думаю что там стоять на дороге где-то там тупить заехал и взял вот такую фишку меня не было ну максимум наверно там не знаю 10 минут сейчас узнаю сколько это сколько это вообще стоит здесь парковочка поедем поедем и узнаем в торговый центр просто берешь там оплатишь терминале и все а здесь надо отдать эту фишку они просканируют и сказать сколько ты должен денег вот такие удела открываем правое окно сейчас узнаем вы не поверите друзья 10 минут я где-то сказал меня не было но приблизительно 10 минут бесплатно ускала езжай я поехал вообще нормально а тут на дороге стоять но не удобно ой блин автобусы автобусы как всегда автобусы тут я на трамвайных путях стою на них нельзя стоять юмонский городовой что такое ну что такое на всего выскочили ну блин это хорошо так заехать можно там быстренько раз там 10 минут какие-то дела сделать вообще а я думаю придется платить нет нормально а в торговом центре в любом случае бы пришлось заплатить 5 минут им 10 я не помню по времени сколько там можно час да там вроде час на первой речке вообще там 130 рублей заехал выехал 130 рублей и никого это не волнует жестко здесь сделали лояльно все так у меня четыре отгрузки и будет еще одна пятая потом заедем заберем там кое-что сделаем сейчас мы как всегда на народный проспект потом на военное шоссе потом съездим куда мы съездим потом мы съездим на бородинскую бам 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 но там уже посмотрим так я сокращу путь сократю сократил друзья я решил проехать вы поняли короче улица были бывает такой опять за троем по тунгусской и сразу мы там на третью рабочую 3 рабочую на народный проспект и бам 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 вообще-то я подумал зачем крутится вертеться лучше мы доедем да сейчас мы на гайдамаке но здесь доедем прямо поднимемся и сразу будем на третье рабочие по прямой еще туда крутится вертеться правильно правильно влево вправо вправо влево ну и в баню поедем прямо поднимемся по шефнером и все не будет нам счастья еще крутится ну вот мы на авангарде все поворачиваем сейчас направо и быстренько поднимаемся до 3 рабочий и все отлично да в центр что-то затор и затор и затор и вот мы поворачиваем поворачиваем и все и вверх поднимаемся счетом крутится отлично там пушкинская поднялись на третью рабочую сейчас проедем здесь по шилкинской прокатимся по шилкинской на шилкинской сняли слой асфальта значит будут делать более но это радует тут тоже скажем так еще одна такая дорога шилкинская что она вообще просто ужасно сделает ну все молодцы администрации города владивостока просто респект ну вот оно кольцо 3 рабочий так 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 нам прямо здесь мы на народном проспекте отгрузились упать а в пэк заедем в пэке отгрузим 5 карабасов это времени здесь много потерял так посмотрим что у нас с бензином и соляркой для мажоров так дт 59 77 92 49 97 95 50 77 нормальная цена уже не для мажоров так пэк 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 заезжением в пэк друзья я уже здесь стою на базе сдал я короче эту болгарку в ремонт здесь и он что мне мужчина сказал я говорю вот тут были мигнут ты начинаешь строить были в общем сдал сдал в ремонт говорю так и так зажал он бывает зажимает и никак не открутишь что кого-то это говорит проблема и не только у вас игры стопор еще сломался он говорит ну мы сделаем стопор говорит раскрутим поставим говорит другую кнопку поставим он там говорит корпус немножко у вас подломан и он говорит ну ничего страшного работать можно сколько будет стоить денег ну стопор стоит там 200 рублей грит разобрать снять там не знаю там до тысячи рублей это максимум я все спасибо спасибо я разбогател но все сдал надо сделать это я у сына брал тут турбинку вдруг ему понадобится что-то и все телефонным оставил позвонят как сделают заберу здесь рядом с нами на столе не все едем еще одну заявочку сделаем потом на бам-бам-бам и бам-бам-бам все сделаем опа вот такие вот дела у нас тут на столетие вообще такие пробки что мама не горюй и дорога здесь конечно тоже вы ее раньше здесь товар сдавал помню были так зависала диктор в торговых центрах это просто жестком время просто жестко в торговый центр это вообще труба столько времени теряешь торговых центрах это вообще представляю хорошо мы сейчас туда не ездим и слава богу движняк сегодня ну просто какой-то здесь жесткий на вторых речке вообще не проехать не пройти так мы едем на бородинскую там час выгрузимся потом я уже говорил на уже который раз на бам и все еще что я хотел хотелось все таки нам дожди тут объявляет вообще на целый месяц друзья на весь июнь потом только говорят температура и и погода будет хорошая мы мне же все таки надо стекло замазать мы не хочется сегодня холодно я наверное сегодня этим заниматься не буду надо еще купить или бензин или ацетон или что-то галошу купить чтобы обезжиривать сегодня не буду этим заниматься холодно друзья сегодня ну просто дубак ветер сами понимаете у моря это просто холодина а а температура но 11 было 10 нотам обманывают синоптики обманывают ну вот мы едем по мичуринской прямо сытый бро все таки хочу я туда сходить мне просто интересно чем братанов там кормят бро бро сытый панда понятно там наверно салатиками сытый лось есть еще у нас наверно там мясом кое вот сытый бро интересно не зайду я туда друзья зайду узнаю интересно меню у них там есть нет сытый бро это вывески нету сытый бро и все 4 не вижу доставка доставка вижу ты куда понял давай доставка и вот вижу друзья доставка доставка предзаказ на предзаказ еще это бургер нарисованы какой-то бургер нарисованы копа ладно сходим посмотрим так мы здесь с вами на баме сейчас мы здесь отдадим фильтр и будет нормально вот тут вот тут мы повернем вот тут не пойду я друзья в сытый бро а почему не пойду потому что у пацанов спросил говорю у вас там открыли грю какую-то кафушку сытый бро чем хоть они торгуют они лучше не ходи говорит мы там были там и продают бургеры сэндвичи и какие-то обеды говорит просто жуть я в смысле нет вообще не вкусно не неприятно гид вообще говорит ну просто шляпа эру понятно нас не стоит и гид не стоит деньги тратить вообще я все я понял такое креативное название говорит ну вот только кроме креативного названия там ни хрена нету вот такие дела блин друзья я просто в кофте я замерз короче ну блин дубак ну что такое так но мы все сделали у меня там еще одна заявка есть посмотрю короче может я завтра уточком сделаю может съезжу посмотрю что-то уже не охота заехал я купил обезжириватель универсальный соус для стекла 150 рублей стоит нормально нормально все я уже готов сделать лобовое стекло чтобы не текло все-таки здесь подтекает взял в этом месте где дело все-таки подтекает были ладно что сделаем сделаем ничего страшного чем только погода такая мрачная такая знаете не то пальто помните у меня тоже было в такую погоду что-то делал уже и забыл что делаю всю и простыл потом но его в баню потом еще на лекарства деньги тратить не буду сегодня этим заниматься подготовил ничего страшного меня не течет же она так подкапывает немного не проблема надо в сухую погоду хорошо сделать не торопиться а то этот раз намазал и получилось какой-то не то не все а вы тоже на меня постоянно что-то наезжаете чтобы я не сделал постоянно меня наезжаете вот и горта сделал это сделал все меня хотите назвать же поруки нормальное все дело вы делать же нужно конечно турбинкой тоже не у как бы так сказать не сильно владею также когда имеет сейчас бензопилу и тому подобное каждым инструментом надо уметь пользоваться но это дело привычки чаще пользуешься лучше получается вот как то так хотел сказать вам